Они просто, ну, на нас чихают. На языке вагнерсов это максимум козырной шнырь, я извиняюсь за выражение. Молчи, проклятый. Грустно, это очень просто грустно на самом деле. Вы знаете фамилии представителя российского правительства, у которого там что-то есть? Назовите кто? Ну, ёлки-палки, ну, Владимир Дочек. Вы будете воевать со страной, где ваши дети живут? Да, конечно, без проблем. Ну, я тогда не знаю. Ну, если натовец так боится ядерного оружия... Значит, его надо. Выручай, а то засыпимся. Чё ж ты молчишь, сволочь? Привет, друзья, я Григорий Герман. Это Скальпель, программа, в которой мы пытаемся... Резать к чёртовой матери! Не дожидаясь перитонитов! Резать, не дожидаясь перитонитов! Классная цитата из классного фильма, которую так хочется привязать к нашему скальпелю. Всё так логично, кроме одного. Резать надо было раньше. Сейчас уже вся большая многомиллионная страна превратилась в один сплошной перитонит. Запущенный и опасный, способный завести пациента не просто в реанимацию, а в могилу. Поэтому опять заныли пропагандисты. Сложно им без кормчего, без вождя, вдохновителя, проводника идей и успехов. Образ будущего надо, прежде всего, предложить нашей стране. Прежде всего, нашей стране нужен образ будущего. И нашему народу нужен он. Ну вот победили мы. Вот что мы говорим. Это будет новый мир. Ну, в принципе, примерно так же все понимают, что это будет какой-то новый миропорядок. Но в этом миропорядке мы останемся всё теми же, что ли? Или как это будет? А Пляшевому на это нечего сказать. Какой образ, какого будущего? Тут бы до завтра дожить. Путин втянул страну в кошмар и не знает, как выбраться из этого кошмара. Хотя бы лично. Ахрен с ней и со страной. Ему всегда было и на страну, и на народ начхать. А уж теперь так точно. Тут как бы самому выжить. Вопрос серьёзный. Что тут скажешь? Миропорядок. Но в этом миропорядке мы останемся всё теми же, что ли? Или как это будет? А вообще, холоп! Не царское это дело, комментировать военное поражение. И будущее страны, если оно не светлое, не радужное и не радостное. Скорее, совсем наоборот. Что тебе сказать, холоп в такой ситуации, а? Но Каренчик всё не унимается. Вот этого не хватает. Не хватает элементарно, может быть, выступления, где будет обрисовано. Это в том числе, может быть, и президента. Не знаю, но какого-то выступления, которое будет посвящено тому, что мы должны будем построить. Выручай, а то засыпемся. Чего ж ты молчишь, сволочь? Молчит сволочь. Знаете почему? Дык, ляпнул уже год назад, 23 февраля, ха** знает что. К демилитаризации и деноцификации Украины. Деноцификация, демилитаризация, а получилось дедегенератизация. От слова дегенерат. Но если ты лично руководишь военной компанией в Украине, потому что у тебя генералы-дегенераты, и отдаёшь приказы на поле боя, а поле боя превращается в огромную могилу для твоих солдат, то кто ты? Ответ очевиден, как и вопросы, которые звучат всё чаще и чаще. В предшествии года войны всё-таки чётко и окончательно сформулировать те цели, которые мы ставим перед собой. И это самое главное. И цели не то, что первые четыре пункта, а те конкретные цели. То есть, ребята, мы вот, по крайней мере, наше командование, оно должно их иметь и знать. Но я надеюсь, они знают. Но общество тоже должно знать. Молчит проклятый. Молчит проклятый. Согласен. Но вопросы же есть, и ответы на них должны быть получены. Кто тут в цари последние? Тогда я буду. Всё равно Плешивый никогда вам правду не говорил и не скажет. А я, поверьте, вот как на духу, всю правду. Только вы не обижайтесь. Если бы полтора миллиарда, а может даже больше долларов, которые из этой страны, из нашей страны были вывезены... Сколько? Триллиона. Триллиона. Триллиона, извиняюсь. Да, я тоже так херст. Так, что-то я как... Не было вывезено из этой страны, из нашей России, а вложено сюда. Мы бы лучше Дубая были намного. К нам бы приезжали. Не-не, мечтатель, из Надыма не выйдет Дубая. Тут вот какая схемка. Великий Ваш сам воровал и остальным завещал. Наворовал миллиардик. Быстренько из страны. Быстренько. Почему? Потому что когда миллиард у тебя уже, его защитить может только закон. Проверено Гусинским и Ходорковским. А российские законы не работают. Они есть, но их нет. Вот такая схема, вот такое государство. А сейчас-то тем более, кто оставит деньги в стране, по которой скоро кровавыми волнами будет прокатываться гражданская война. И война не идеологическая, как в 1917-м. Нет. Война за ресурсы и за бабло. А те, кто бабло и ресурсы своими ЧВКшками и армиями личными завоюет, что с ними делать будут? Ну, ответьте, это не Беном Ньютона и не гипотеза Риммана. Правильно. Тоже будут их выводить за рубеж. И так по кругу. Пошли дальше. Нет, я против до Берлина. Надо дальше. Надо до Большой Лужи и через нее. Мне еще дачку на кома возвращать. Ага. Как выглядят освобожденные в кавычках Россия территории, мы знаем. Уверен, что ты хочешь, чтобы дача твоя, Соловьев, так же выглядела, как Мариуполь, например. Ну вот. Да пошли вы, уважаемые европейцы. Пошли дальше. Всего-то надо набрать Зеле, Зеленскому. И сказать, дорогой Зеленский, все, закончилось. Лафа закончилась. Поставок больше не будет. Абрамсов не будет. Ф-16 не будет. Дальнобойных ракет тем более не будет. Сдавайся. Хочешь жить? Сдавайся. И все бы прекратилось. В один момент бы все прекратилось. Вот я очень не советую звонить Зеленскому. Не надо. Он парень горячий, хоть и президент. И реакция у него прекрасная, и слог острый. Можно много нового услышать. К тому же он сказал, сначала должен сесть Путин за решетку, а потом я сяду за стол переговоров. По-моему, все очень четко и понятно. А война закончится. Закончится, когда последний расист сбежит с нашей территории. Не знаю. Грустно. Это очень просто грустно на самом деле. Я понимаю, что грустно, но мы вас сюда не звали. Вас молчали и вы и собрал, и послал. А когда по рогам вы получать начали, а союзники наши из антипутинской коалиции начали нам помогать, кремлевский черт начал красной линией чертить. Много поначерчивал. Красные линии Российской Федерации были изначально поставлены единственным человеком, который может их ставить, Владимиром Путином, когда он сказал, что будет Западу за само вмешательство, просто за факт вмешательства в нашу СВО. Вот тогда была выставлена такая красная линия. Запад ее пересек, ему ничего не было. Ну да, ничего. Потому что все линии, которые пляшивы и начертил, Украина стерла и показала Западу. Не бойтесь. Вот есть линия, а вот ее нет. И вообще, не барское это дело. Мозги напрягать, подумал Путин. Тем более, как показал последний год, их не так и много. Посему напрягают извилины другие. Ну или что-то другое напрягают. У кого что есть, тот и напрягает. Некоторые пытаются напрячь бицепс. Ну а что делать, когда уже полная жопа, а тебя уже не боятся? Только одно – светить бицупу. Нас перестали бояться. Да, нас перестали бояться. Нас перестали бояться по той простой причине, что они считают, что у нас есть чем ударить, но мы не ударим. Почему они уверены в том, что мы не ударим? Потому что мы не били. По конкретнее. Я приводил 10 раз эти примеры ударить по центрам принятия решений в Киеве. Если мы не можем сейчас нанести удары по Польше, по складам в Польше мы можем бить по Киеву. И кого бы это остановило? Это бы продемонстрировало нашу готовность идти на радикальные шаги. Россия рассматривает ядерный арсенал в качестве главного козыря. Ну, в переводе на нормальные – это когда на поле боя ты говно, угрожай закидать говном весь мир. Для чего психологически воздействует на противника, пока не будет заключен мир на удовлетворяющих Россию условиях? Ну, ребят, и вы в это видите? Ну, кроме того, что все ближе момент, когда удовлетворяющими Россию условиями будут убраться с Украины, чтобы остаться живыми. Что там у нас с другими вариантами спасения Отечества? Наконец-то выключить свет электричества на этой территории. Водоснабжение, транспорт. Наконец-то пора этим заняться. А вы думаете, что он все еще есть, потому что этим не до конца они окончательно занимаются? Ваша версия – это я не знаю. А вы так думаете? Прав Шенин, прав Курилка, хоть и дегенерат, но в данном случае рубит правду матку. Пробовали уже, не получилось почему-то, и зима скоро закончится. Короче, еще один гениальный план гениального собирателя земель не сработал. Эх, во-во-во, опять двойка. Грустно, это очень просто грустно на самом деле. Вернемся к Шейнину. Это поражение военной России, а это, кстати, в принципе, правильно, так ведь и будет, если оно произойдет, хотя я думаю, что этого не будет. Не произойдет поражение России. Но в случае поражения России военного, это запустит быстро или медленно запустит процесс дезинтеграции России как государства. И для них эквивалент поражения России – это уход с той территории, которую Россия освободила с начала специальной военной операции. Ух, молодец, Артемчик, садись пять. Только не уход. Уход – слово неправильное. Выбирай. Бегство, побег, драп, драпак. Любое из этих слов правильнее. Ну вот стойте, серьезно. Скажите, зачем вам такая страна? Президент-лузер, что не начинает, все против страны оборачивается. Страна-лузер живет объедками с московского стола, а московские объедками с путинского стола. Так все, кроме кооперативщиков, объедками и питаются. Пусть тогда разваливается эта страна, вам по кусочкам легче будет жить. Будете сами решать, что вам есть, когда есть, в каком количестве. Не по дачке ловить, а зарабатывать, как нормальные страны. Реальная тема, ребята. Еще поговорим об этом. Так, кто у нас дальше? Советский Союз не был империей. И, разумеется, взять вот этот вот имперский дух, имперский стержень нам как бы ниоткуда. Разве что совсем в какие-то древние учебники истории забираться, и то надо еще. О, нет, садись, двойка. Давай еще раз по азам. Империя – государство, образовавшееся путем включения в свой состав территории других государств. А у вас в какую территорию не ткни палкой, это всюду кровавым захватом воняет. Но вот об Украину в 22-м году зубы-то и сломали. Мы и сами не включились, и остальным поможем выключиться. Понятно? Двойчник. Иди учим отчасть, убогий. А дальше генерал Делирий нарисовался. С этими танками уже шуму гаму столько. А ведь, по сути, мы сейчас характерически посмотрели, с мужиками прообщались. Ничего там великого совершенно нет. Не знаю, что вы там с мужиками обсуждали, может, инструкции попутали, но, как говорят украинские танкисты, отличия есть. И кардинальные. И одно из них – западная бронетехника – сделана для людей. Для экипажа. Ну, а ваши для… Ну, сами понимаете, никогда в России или в СССР к людям не относились по-людски. Поэтому и танки такие. Броневые стволы еще можно там как-то сравнивать, но философия для людей у западных образцов – с этим фиг поспоришь. Причем важно. Когда я говорю для людей, я имею в виду обычных людей, которые на них, на этих танках воюют. А не ограниченный круг людей, которые на строительстве и разработке этих танков попилить бюджет могут. У вас же в стране все создано для распила нужными людьми. Которые потом недвижку в Дубае скупают. Российские, как говорится, граждане 72 миллиарда перевели в Дубай, чтобы оплатить недвижимость. Не знаю, правда, не правда, но подозреваю, что правда. Это все то, вот это останется? Да ну, ну что за вопрос? Останется! И распил, и попил, и фигурное вырезание бюджета лобзиком. Ну и вывоз капитала, конечно. В стране что-то оставлять опасно. Или не опасно? Скажи нам, великий и могучий пул. Шаря! Шаря! Шарьбу! Шарьбу! Молчи, проклятый. Молчи ты, проклятый. Ладно, я тут подумал, что че это я один за всех отдуваюсь. Есть вот мощный старик, без иронии, который ответит за Пляшивого. Бжезинский ответит. Все уже рассказал покойный расофоб Бжезинский. К сожалению, если ваша элита держит миллиарды долларов у нас, это наша элита, а не ваша. Ага. Ну, как бы, вроде бы уже... Нет, еще пока держит. Согласен. Вашего уже скоро в стране вообще не останется. Ну, кроме нищеты, бандитизма, насилия ничем другим я вас порадовать не могу. А, ну, будут еще иллюзии. Этого товара в России всегда с лихвой хватало. Поэтому сегодня, сегодня с определенной стратегической инициативой нашей, она железная сегодня наша, и тем успехом, который есть, я очень хочу, чтобы мы видели будущее, чтобы мы планировали за горизонт, чтобы мы понимали, что будет через год, три, пять и десять лет. И вот в этой парадигме жестко к этому шли. Победим сто процентов. А где? Везде. Есть отличная украинская пословица. Дурень, думку и радие, нейвин и богатие. Это о тех, которые радуются и гордятся тем, что существует только в их мечтах. Так просто. Вспомнилось. О, уникальное порождение русской пропаганды. Женщина-гандон. Женщина-пропагандон, извините. Хотя женщиной, матерью той, кто несет новую жизнь в этот мир, ее назвать сложно. Слишком многих она отправила на убой. И лексика, и темы у нее такие. Людоедские. Европейских любителей людей. Гуманисты это же кто? Любители людей. А как теперь очевидно, они любители людей только в том смысле, что они людей любят кушать. Людоеды они. Вот в каком смысле они любители людей. Это было что-то непонятное на Боброедском, судя по всему. Может, муж что-то более осмысленное выдаст? Лучшего образа, чем танки немецкие с крестами, которые катаются и стреляют в нас на нашей Украине, придумать невозможно. На вашей Украине деградант. Не знаю, что там у русских идет по плану, но деградация идет явно с опережением плана. Деградация и самое страшное. Пропаганда сформировала у большинства россиян так называемое измененное состояние сознания. Кресты, наша Украина. Вот это все, это измененное сознание. И жена за ним же вторит. Видно, вместе на кухне текст учили. В мыслях представить, что танки с немецкими крестами опять пойдут по Украине, по России, потому что они их куда поставляют? Они их поставляют на наши новые территории, уже на российские территории. На самом деле обычный пропагандистский бред. А дальше, например, бред великодержавный. Вот так вот, через губу. Мы вам давали время, а вы не оправдали доверие. Убил бы. Ну сколько лет мы вам давали, чтобы вы постарались, ну как-то, какое-то подобие мира, порядка установить на вами же изнасилованных территориях? Изнасилованные территории? После Бучи, Ирпеня, Мариуполя, после Северодонецка, Бахмута, Углидара. Вот тот, кто это произнес и произносит, обязательно будет наказан. Как я еще не знаю. Только помни, нелюдь, мы ничего не забудем. Я очень хочу, чтобы вы, мои зрители, запомнили, что она только что сказала. Они же будут вертеться, как ужи на сковородке, будут изгаляться в стремлении оправдаться. А мы не забудем. Мы не забудем все, что великодержавные насильники творят на моей земле. Не забудем и отомстим, и накажем. Уж поверите. Почему я так в этом уверен? Потому что вы с Украиной справиться не можете. А уж если НАТО подключится, послушайте русские, что ваши же говорят. Вот может ли быть такая ситуация, когда мы воюем с НАТО, но без применения ядерного? Да нет. Вы знаете, к сожалению, серьезная неядерная война невозможна, потому что сравнивая наши потенциалы, мы ее проигрываем. А не надо сравнивать так. Без вариантов. Поэтому наш козырь – это то, что если мы будем в безвыходном положении, тогда мы применяем ядерное оружие. Это единственный наш главный сейчас козырь. Это правда. Расхренячат в пару дней, даже не чихнут. Они, кстати, уже сейчас чихают. Не объясняется ли это ровно тем же самым? Нас просто перестали бояться. Они просто на нас чихают. Они, на самом деле, уже сейчас не чихают, а чихают на вас. Грустные. Это очень просто грустные, на самом деле. Ну, на нас чихают. Ну да. И не извиняются уже, потому что перед кем извиняться? Перед ворами, перед лагунами? Все, что они умеют – это воровать, врать и лизать. А, ну и истерить. Правда, истерить тоже надо уметь. Вот Марков, который украинский, не умеет. Они говорят, русские будут бить ядерным оружием, а по кому они будут бить? По своим вилам, по своим детям, по своим женам, по своим людям. По кому они будут бить? А у кого там из русских остались виллы? О, огромное количество. Более того. Вы знаете фамилии представителей российского правительства, у которого там что-то есть? Владимир Владимирович, вы их сами прекрасно понимаете. Назовите хоть одного. Куда? На кого попер? На святое? Дома элиты на Западе? Откуда у этих святых людей дома на Западе? Тебе что, не говорили, что эта тема закрыта? Но Маркова уже было не остановить. Соловьев чуть инфаркта от собственного крика не получил. В один день вот все эти люди, о которых я говорю, возьмут ключик, закроют свои дома, виллы, яхты и вернутся в Россию. У кого дома есть из членов правительства? Виллы, яхты. Хорошо, при чем тут мало чиновников, у которых... Чиновников? Назовите кто? Ну, елки-палки, ну, Владимир Владимирович. Ну, давай конкретно разбираться, потому что с какой еще трибуны? Ну, что мы все вокруг-доколы? Выслушай, я не обвиняю никого. Еще год назад это было приемлемо. Значит, уже от чиновников мы перешли к детям. А есть эти люди в разводе миллион лет? Не важно. Как? Ну, вообще классно. Вы будете воевать со страной, где ваши дети живут? Да, конечно, без проблем. Ну, я тогда не знаю. Вот тут уже в этот момент и Соловьев от волнения стал нести околесицу. Бедный, время идет. Остановиться, подумать, прикинуть не может. Поэтому запел Соловушка то, за что и ему по шапке надают. Потому что выдал все тайные страхи Кремля. Я спрашиваю, вы про права говорите. Я спрашиваю, что вы предлагаете. Я предлагаю воевать по-настоящему. По-серьезному. Это должно касаться всех. Хорошо. Это касается всех. Объявляем всеобщую мобилизацию. Если надо будет, то да. Я первый пойду. Да нет, ну вы пойдете первый. Хорошо. То есть вы предлагаете, значит, в стороне. Закрываем границу. Да. Объявляем всеобщую мобилизацию. Нет, я не говорю про объявление. Нет, подожди. И тем самым полностью играем по сценарию, который нам предлагает. А мы и так по его сценарию Нет, мы не играем. Балл это. Вы тут же получаете большое количество разниженного общества, которое начинает кричать. Вот до чего дошла власть. Вот они ничего не могут. Тогда вы должны создать здесь СМЕРШ, структуру МКВД. Мы об этом говорим 8 лет. Вести цензуру. Да. Нет, нет. Все правильно вы говорите. Следующий вопрос. Все правильно вы говорите. Минуту. Следующий вопрос. А наше общество это выдержит? А мы хотим победить? Это не надо. Я из нас двоих евреев. Это я вопросом на вопрос. Мы тогда сможем победить? Да. Или мы доведем то, что общество, разниженное за 30 лет, с разрывом в поколениях, с молодежью, которая говорит, да я вообще не знаю, да вы себе там придумали. Ну я тогда не знаю. И чтобы уже добить нерадивого лизателя задниц, предателя Украины, бывшего депутата Верховной Рады Маркова, стал шептун наболевшее вспоминать, так сказать, натертое до крови. Вы же нам говорили, что будут и подпольщики, и цветы от радующихся освобождению в кавычках украинцев. Где цветы? Вернее так, бабки давали? Где подпольщики? Пяток нарубь. Где крупное, но по три? Но вчера. А где те самые украинские подпольщики? Чего же они ни одного не шлепнули? О которых якобы мы должны были опираться. Вы знаете, кому эти вопросы адресовать? Знаю. Он докладывал, что эти подпольщики существуют. А то есть их не было? Ну, наверное, не, по факту не было. Тогда по факту... Я не докладывал, что они есть. Я про цветы, про подпольщиков не рассказывал. Тогда по факту фраза, то что нет, нас там ждут, она условная. Да, как говорят. Ну вы же мне рассказывали, что ждут, поэтому надо относиться по-другому. Я же вам вас цитирую. Оставим их спорить до посинения, кто кого цитировал. Все равно скоро все они будут цитировать своего следующего хозяина. Пригожина. Филолога, специалиста по тюремному жаргону. Уверен, что Стрелков поведет себя, как законченное ссыкло. Если все пройдет благополучно, то через месяц-другой его бросят в самое пекло. Там, где он должен будет доказать свою надежность. Попробует сбежать, посуну его лицо. У**ок. Ты зачем сюда приехал, твари? Собственно говоря, вот такая перспектива работы в ЧВК Вагнер у Стрелкова. Какая милая беседа. А Плешивый все равно молчит. Пусть страной зэк руководит. Нормально. От сумы, от кувалды не зарекайся. Новая русская пословица. Он уже с ней, с кувалдой, не с пословицей. Счастливые депутаты по парламенту бегают. Не знаю. Грустно. Это очень просто грустно на самом деле. Это, кстати, ответ на вопрос, что будет с Россией в будущем. Вот это вот и будет. И смотрите, отставные генералы в России, те, которые живые, в отличие от того же Лебедя, очень четко умеют держать нос по ветру, чтобы не приземлиться жестким образом. И учатся ботать по фене. Тех сантилитров, там, Шольц, там, пусть он сдохнет. Да пусть, конечно, он сдохнет. Но он кто такой-то, честно говоря? Ну, на языке вагнерсов это максимум козырной шнырь. Я извиняюсь за выражение. Тут всем неблатным, наверное, нужен переводчик. Шныри — это личные помощники блатных или приблатненных. Ну, практически то же самое, что и шестерки. Единственное, в чем я уверен, вот все в этой студии шныри и шестерки. И даже главные, хоть и корчат из себя блатного, но на самом деле, по замашкам, чистый фраер на понтах. Ну, если натовец так боится ядерного оружия... Значит, его надо применять. И остальные шестерки поддакивают. Да, да, нужно, нужно ядеркой. Бу-бу-бу. Век морбелья не видать. Как раз авиационные бомбы вот этого объемного взрыва, так называемого. Ну, то, что вот Буратино, ТОС, это мины, используются. И 44 тонны тротила, ну, по крайней мере, так и американцы, считают, что это аналог фактически тактического, малого заряда, тактического ядерного оружия. И, в принципе, если ее использовать против, так сказать, небольшого города, то города не будет вообще. Не, маловато как-то будет. Маловато! Давайте больше трэша, больше ада! Горолев! Жги! Это будет продолжаться до тех пор, пока не будет создана угроза для территории Соединенных Штатов или тех территорий, которые для них критически важны. А для них критически важна территория Британии, для них критически важна своя территория, то, что прилегает. Но я больше, чем убежден, пока эти друзья ядерную бомбу по куполу не получат, ничего совершенно не образумится. Все равно маловато трэша, маловато нужен трэш высшего порядка! Почему Путин занимает центральное место? Потому что, собственно, он определяет самый главный вопрос. Какой? Он и только он. Будет ядерный конфликт? Превратится ли, вернее, существующий конфликт ядерный? Или не превратится? Ну как определяет? Он скорее пытается оттянуть. Оттянуть свою смерть. Потому что для Путина складывается ситуация, как в фильме. Или я ее веду в ЗАГС, или она меня ведет к прокурору. То есть он или выиграет войну, или ему конец. А войну он не выиграет. Это не я сказал. Это сказал весь мир. И главное, это сказали вооруженные силы Украины. Так что Путину остается только молчать. Грустно. Это очень просто грустно на самом деле. Молчит. Потому что его голос теряется, когда говорим мы и говорят наши союзники. Сначала говорят они. Потом западные пушки и танки, а скоро и самолеты заговорят. А когда говорят хаймарсы, пропагандоны молчат. И не только хаймарсы. Заткнитесь, бесы. До встречи, друзья. Ведь нам всегда есть о чем поговорить.